Здравствуйте, это программа тема дня, с вами Вера Таран. Сегодня мы говорим о бизнесе. Вообще эта тема постоянно витает в воздухе последнее время, а все потому, что подход к развитию и поддержке предпринимательства нуждается в серьезной перезагрузке. Изменили сериали и соответственный бизнес и участие в нем требует новых знаний и навыков. Бизнесу, как и всему другому, можно и нужно учиться. Об этом не только наш сегодняшний разговор. Я напоминаю, что мы вещаем на телеканале Тверской проспект «Регион», а также на радиочастоте, Тверской радиочастоте 95 и 5 FM, Радио Монте-Карло. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 3190. Звоните, задавайте вопросы нашим гостям. Ну и непосредственно наши сегодняшние гости. Сегодня у нас в гостях Андрей Беличенко, руководитель проекта «Фабрика предпринимательства» в Тверском регионе, и Алексей Борисов, руководитель образовательных программ «Мой бизнес». Я их как-то отдельно так представила, потому что они у нас представляют отдельную сторону, которая занимается как раз поддержкой предпринимательства. Ну и непосредственно сами бизнесмены. Это Денис Магдин, совладелец сети фитнес-клубов «Атлетик Джим», небезызвестного в нашем городе. Также у нас в гостях Татьяна Анисимова, руководитель творческой мастерской «Фигаро». Вы занимаетесь организацией мероприятий, все правильно, да? Да, все верно. Хорошо. Ну вот у нас абсолютно такой интересный сегодня состав. Я думаю, что и беседа у нас получится интересной. Но давайте все-таки введем в начале наших зрителей, слушателей в курс дела. «Фабрика предпринимательства». Сейчас она активно действует в Тверском регионе. Вот расскажите, пожалуйста, Андрей, что это такое? В тесном сотрудничестве с моим бизнесом, с Центром поддержки предпринимательства в Тверской области, мы реализуем программы, тренинги, тестирование для начинающих и продолжающих предпринимателей. Более того, мы сейчас готовим большую образовательную программу, которую собираемся в октябре, соответственно, запускать, которая позволит развивать у действующих предпринимателей и у начинающих предпринимателей предпринимательские навыки под предложением, собственно, наставников. И в том числе наши гости сегодня, они являются таковыми. Я думаю, об этом чуть позже мы подробнее поговорим. Обязательно. Хорошо. Но вот все-таки почему возникла такая необходимость? Мы это как проанонсировали, о том, что все сейчас говорят о перезагрузке так называемой бизнеса. Давайте поясним вообще, что это и какое видение перезагрузки существует конкретно у вас. Давайте я об этом расскажу, поскольку как со стороны Министерства к намечества развития Тверской области и, собственно говоря, самого Центра оказания услуг, В России традиционно приняты крупные бизнесы и монополии. Мы так привыкли работать уже долгое десятилетие. И последние несколько лет, много лет развивается малый бизнес. И, наконец, на это системно обратило внимание государство. Мы сейчас реализовали все меры господдержки под одной крышей. Это Центр оказания услуг «Мой бизнес». Здесь же и все образовательные проекты, в частности, их сегодня представляет Андрей Беличенко и наши наставники. Это все финансовые меры поддержки, нефинансовые, имущественные и многие другие, которые подробно можем рассказать в нашем Центре оказания услуг. Здесь мы сейчас, чтобы рассказать о образовательных мерах поддержки, мы проводим тренинги, семинары, мастер-классы, длительные курсы по методике фабрики предпринимательства и также разовые мастер-классы и тренинги не только в Твери, но и во всей Тверской области. Также у нас вебинары и прочие-прочие методы образования. Вопрос был, почему необходимость передагрузки. Да. Да, мы раньше все эти центры были разобщены. То есть у нас было много центров, они были и в Ферии, и в России. В этом году в рамках реализации национального проекта «Малосреднение предпринимательства» все эти центры объединены в один блок. Ну вот все-таки я понимаю, что нацепроект, но существует же реальная какая-то потребность у самих предпринимателей. То есть уже не проект, а это люди, это бизнес, которым они владеют, либо они начинают. Все-таки какой запрос, мне вот интересно, назрел у самих предпринимателей. Хотелось бы сразу разбить. Предприниматели, которые только начинают, делают свои, первые какие-то шаги, да, хотят стать. Им нужен определенный опыт. И те, особенно интересно, у которых был бизнес, которые давно его развивают, но тоже чувствуют, что надо что-то как-то менять, может быть, поучиться чему-то новому. Может быть, вот Денис расскажет. Да, смотрите, какая получается ситуация. Ну, я в бизнесе давно, и много у меня бизнесов. Но государственное формирование у любого государства – это сложная структура организации общества. да, это, вот, и чтобы понять это, понять, как устроено наше государство, ну, нужно иметь компетенцию, да, это самое. И не компетенция, ну, условно говоря, там, нужно быть юристом, да, нужно быть экономистом, нужно быть бухгалтером. Ну, то есть, разные эти самые вещи. В одном лице этого вот все сконцентрировать невозможно. Знаете, вот, есть вот дайджест литературы, да, получаешь дайджест литературы, и там коротенечко обо всем написано. И выдержки, да. И выдержки, да. И ты понимаешь, что там происходит. Вот социальные сети, конечно, на принципу построены. Ты зашел, и, в принципе, там то, здесь это, здесь это самое. Что не хватает? Наш мир очень сильно изменяется. Мой бизнес, наш бизнес тоже не успевает за изменениями, за всевозможными программами и так далее. Простой пример. Мой офис находится рядом с Кванториумом. Я даже не знал, что это такое. Не знал, не слышал, не видел. А потом мне сделали экскурсию, и ничего себе, это национальный проект. Детишек там это самое. Понимаете, первое, чем я рад, почему вот эта программа существует, это информирование нас, что есть такие-то программы, есть такая-то помощь. Это первое. Второе, нам сказало государство, что мы не одни. Это тоже очень важно. Это важно. Это очень важно. Потому что одному в лесу, знаете, страшно восьменько гулять. Скоро, что бы что-то еще. Когда-то есть дикие волки и вообще прочие опасности. Да, совершенно верно. Это мне страшно, который уже там, сколько там, 30 лет в бизнесе. А посмотрите, молодой человек, у него идея, у него это самое. И чтобы ему открыть бизнес, ему нужно весь свод законов изучить. Все это самое. Нужно научиться, начиная от тайп-менеджмента и заканчивая там еще какое-то. Ребята делают вот это все сжато на практике, показывая на нас пальцем. Вот они вот так, так, так и это самое. И опять же, у них же они помогают юристами, они помогают экономистами. То есть я начинаю принимать, приду в центр, вот сюда вот, и мне все расскажут, и покажут, так сказать, это. Ну, то есть фактически за руку возьмут и в лес проведут. Вот небольшая такая ремарка. Мне кажется, вот молодым, который только начинает, им порой может быть даже менее страшным. Потому что они ничего не знают. Они еще не пуганные, а опытные маститы и предприниматели, они уже все. Их надо, значит, напугать. Вот, да? Им надо показать реальность. Ну, все-таки вы действительно очень правильно сказали, что начинающие предприниматели им очень часто какие-то иллюзии показывают. То есть с большой сцены большой дядя говорит, да ты иди сделай, все у тебя получится. А на самом деле очень часто начинающий предприниматель идет и нарушает закон. Он об этом не думает, понимаете? И если об этом ему не сказать, он может потом очень, ну, попасть в неприятную ситуацию. И понимаете, когда вы проходите это на своем опыте, это очень неприятно. И там, знаете, когда у вас блокируют счета и так далее, этого все можно избежать. Ну, конечно, нету денег просто операционно. То есть я просто тоже сам предприниматель, я тоже это проходил. И вот наставники, это то, что очень помогает, потому что опытный человек, который подскажет, это как вот плавать с инструктором без инструктора. Я могу нахлебаться воды, а могу вот под присмотром. Ну, все правильно. Когда мы были у вас, кстати, на мастер-классе управления проектами, мы брали интервью одного из начинающих, скажем так, наставников. Он сказал, мне бы вот те знания, которые я получаю сейчас и уже знаю, мне бы настолько пригодилось, когда я только стартовал, говорят, я бы избежал многих ошибок. Вот он абсолютно так вот поделился. Татьяна, вы как считаете, в чем потребность сейчас у предпринимателя, и который уже начал, как вы, давно? Я ничего нового не скажу. В общем-то, нас и объединяет. Поставили идею. Да, если она нашла у тебя отклик, ты говоришь, да, я с вами. Ну, хочу такой аспект. У меня, я сама не изучала, как это дело обстоит за рубежом, там плотно я этого не осмысляла. Но у меня есть знакомый, который давно живет в Германии, он мне рассказывал, как он пытался зарегистрировать свое предприятие. Он прошел круги ада, там это гораздо сложнее. Он должен был сдать знание налогообложения кодекса, он должен был представить свой бизнес-проект, он должен был показать, что у него есть финансы для этого. У нас зарегистрироваться ничего этого не надо. То есть ты пошел, и ты уже ИП. Три дня. Да, Иванов и все такое прочее. Так вот, мы должны компенсировать вот все то, что упущено, упущено, и действительно риски свести до минимума, помочь и бизнес-план построить, и все, и все. То, что раз мы на законодательном уровне, наверное, даже в этом есть свой плюс за три дня, но тот минус, который есть, мы его должны. Татьяна, буквально у вас ненадолго прервусь. Сейчас уйдем на небольшую рекламу. Не переключайтесь, будет интересно. Татьяна, ну вот вы уже общаетесь, скажем так, с молодежью, с молодыми предпринимателями, которые только начинают. Вообще, что они спрашивают, что их интересует? Ну, даже когда они убеждены в том, что их проект просто замечательный, им все равно хочется поделиться и услышать одобрение, мнение. То есть это не каждый может организовать фокус-группу, для того, чтобы там... Или эта фокус-группа состоит из своих близких, родственников, которые... Конечно, все прекрасно. Или наоборот. То есть она абсолютно необъективна. И статистику я такую не веду, да, но зачастую ошибка в том, что человек живет своими мечтами, он не располагает объективной картинкой. Он что-то увидел, ему это понравилось, все, есть. А как обстоят дела? Что с этим? Может быть, этого у нас уже больше, чем достаточно. То есть вот отсутствие анализа, объективной картинки, я считаю, самая большая проблема. И спрос на ту идею, да, которая рождается. Да, да, да. И несколько проектов, которые зарождались, не с моей подачи приходили ребята, они все погибли. И это было очень предсказуемо. А ребята назовем к нам, чтобы рассказать, как все делать нормально. Которые уже смогут... Перезапустите. Ну, не хуже, опыт есть какой-то, это же хорошо. Нет, провал — это тоже опыт, причем очень полезный. Конечно. Победу ничему не учат. Вот. Ошибка выжившего. Алексей, ну, слово вам, соответственно. А я расскажу про тоже наш опыт общения с молодежью. Мы сейчас работаем с вузами и колледжами Тверской области, и везде картина на этаже. Мы, во-первых, наша главная задача — это показать некую третью опцию. То есть у людей есть опция того, что пойти на госслужбу, пойти по найму, а мы рассказываем, что, ребят, можно открыть свой бизнес, это не какие-то страшные вещи, где вас будут спрашивать про налоговый кодекс. Это вы начинаете свое дело, и мы вам помогаем, мы вас бережно несем на старте, пока не бизнеса. И, дополняя слова Татьяны про проверку спроса и предложения, мы прямо интерактивно со студентами делаем тренинг по генерации бизнес-идеи, где они сами генерируют какие-то идеи, где их же коллеги их оценивают и говорят, что некоторые вещи мы часто сталкиваемся, что человек горит в какой-то идее, хочет прямо вот, они говорят, слушай, друг, ну не нужно этого у нас. Это не пойдет, говорит, у нас. Это не значит, что это не нужно делать. Очень часто люди говорят, что это все там не взлетит, а в итоге это взлетает. Да, не уверен, там наше кафе с этим столкнулось много раз. Ну и многие такие особенные, необычные бизнесы. И студенты активно у нас получают обратную связь от нас, Центра поддержки предпринимательства, от своих же студентов, от преподавателей, и уже у них картина в главе четче формируется, потому что, как правило, на старте говорят, что проблема в том, что нет идеи, нет стартового капитала, а в конце выясняется, что идей полно, стартовый капитал не нужен, как правило, там обычно на старшем инстаграме завести страницу. И это уже там как-то приободряет их моральный дух. И по Третьейской области мы сейчас запустили масштабную акцию тестирования. Каждый желающий из школы, колледжа, вуза, и не только, но в основном это на молодежь, может пройти тестирование и понять по своим предпринимательским компетенциям, по своим психологическим, скажем так, качествам, подходит ли он под предпринимательскую деятельность. Об этом подробнее Андрей расскажет, представляющий нашу фабрику предпринимательства. Андрей, то есть у вас есть такой тест, да, вы в начале, конечно, расскажите еще, где его вообще найти, вот тем, кто нас сейчас слушает, как пройти. То есть вы даже, может быть, этот тест помогает человеку, а предстоит ли ему вообще этим заниматься или как? Расскажите. Смотрите, дело в том, что предпринимательство, на самом деле, это такая очень нелинейная вещь. То есть вот когда я, например, хочу стать каким-то конкретным специалистом, я понимаю свой путь, что я сначала приду учиться на специалиста, я получу какой-то конкретный набор вещей, которые должен уметь делать, дальше я пойду их усовершенствовать, и в какой-то момент я стану мастером, да, и этот путь понятен. И, ну, там, я не знаю, мы можем взять любой практически пример, мы можем взять там токаря, мы можем взять, не знаю, фитнес-тренера, мы можем взять какого-нибудь СММщика, мы можем взять управленца даже. Понятный набор компетенций. С предпринимателем все гораздо сложнее. У него есть компетенции, которые очень сложно выявить, и которые, на самом деле, в том числе формируются по ходу. То есть, например, настойчивость в том, что ты делаешь. Очень часто, то есть предприниматели, например, сталкиваются с тем, что у них есть, вот как Алексей говорил, бизнес-идея, все говорят, это не сработает. Он говорит, нет, это сработает. И он идет, и пробует, и пробует, и пробует, и на тысячный раз это срабатывает. И вот у нас тестирование, оно, мы как раз постарались сделать так, то есть сейчас мы его размещаем активно, то есть можно смотреть по группам, по социальным сетям Твери и Тверской области, то есть можно смотреть в группах, там, во всех практически крупных пабликах у нас будет ссылка на это тестирование, где мы приглашаем пройти его. В вашей, на нашей странице. На нашей странице, да. То есть это онлайн, человек сам проходит и получает результат. Да, совершенно верно, он получает в ответ письмо. Этот тест, он состоит из двух частей. В основном тестируется именно готовность человека стать предпринимателем, потому что, знаете, как мы ему задаем вопрос, хочешь ли ты, типа, остаться в своей зоне комфорта? И есть социально ожидаемый вопрос, нет, не хочу. Есть там ответ, да, конечно, хочу, я хочу там пойти по тому пути, который был мне предначерпан. Есть еще варианты ответов, которые подразумевают, что у человека есть жилка предпринимательская, он думает в этом направлении. И вот опрос, он направлен на то, чтобы человека, из человека вытащить это неявным образом и понять, действительно ли ему стоит пытаться. Ну, как бы, есть совершенно прекрасная возможность и не быть предпринимателем. То есть, и вот это тоже надо освещать, потому что, знаете, у нас почему-то принято так, что есть две крайности. Либо все вот так, либо все вот так. Да, всегда есть промежуточные варианты. Чаще всего. Да, именно так. То есть, правда, где-то посередине. И поэтому это тестирование, оно подразумевает, что мы смотрим человека не столько на наличие каких-то уже имеющихся предпринимательских компетенций. А потенциал. Да, совершенно верно. Сколько потенциально готов ли он будет двигаться в нужном направлении, пробиваться. Потому что, ну, вот это все, это качество, которое нужно. Андрей, я боюсь, если мы с Денисом пройдем тестирование, нам там, вам не надо заниматься бизнесом. Вам предложат отправиться на неоплачиваемую стажировку на Мальдивы. Но на самом деле, я думаю, что даже для действующего предпринимателя будет интересно пройти этот тест, просто потому что посмотреть на себя со стороны, да, и получить, что ты получишь в ответ. Да, то есть, как ты думаешь сейчас. Потому что со временем у всех же меняется мышление немножко. И то, каким вы были в начале, сильно отличается от того, каким вы стали сейчас, я уверен. Ну, вот, кстати, вы сейчас общаетесь, да, много встречаетесь со студентами вуза, колледжа, как сказали. Насколько все-таки многие хотят, ребята, сейчас заниматься бизнесом? Потому что вот на ваших семинарах, да, мероприятиях много молодежи, реально очень много молодежи, разный возраст, да, но и молодежи тоже много. Но когда проводят какие-то, скажем так, опросы, либо еще что-то, очень многие сейчас мечтают стать у нас чиновниками. Как-то бизнесом у нас. Меньше. Ну, меняется как-то эта картина? Вера, вопрос интересный. Люди, когда студенты и колледжи вузов хотят стать предпринимательными, но, как правило, у них есть огромное количество «но», почему они даже ни одного шага в эту сторону делаются. Они в целом понимают, что да, это, наверное, интересно. Там больше возможности самореализации и возможности роста. Но тут начинается длинный список мифов, которые давно запали в голову о том, что там очень долго будет регистрироваться, о том, что меня задушат налогами, еще чем-то. И, собственно говоря, наша одна из задач, мы первые там полчаса стабильно все эти мифы просто прорабатываем на тему системы налогообложения, то, что сейчас они очень лояльны к предпринимателям, на тему каких-то там сложностей открытия, проверок. То есть все в итоге упирается, как правило, в предмассические качества, о которых мы сейчас говорим. Иногда в стартовый капитал, с этим у нас тоже есть там свои программы, и чаще всего для небольших городов в спрос и предложения. И здесь бы я, честно говоря, слово Денису передал, потому что он, мне кажется, даже чаще меня сталкивается с молодыми предпринимателями, которые в фитнес-индустрию и тут и начинает работать. Да, расскажите, пожалуйста. Знаете, я вот сейчас слушал, вы все говорили, и пытался взять слово и думал, что такое бизнес вообще. Давайте дадим определение, кто такой бизнесмен. Бизнесмен, мне кажется, бизнесмен это тот человек, который может самоорганизоваться. Это, кстати, очень важно, введение своего дела однозначно. Да, и вот, к сожалению, первая компетенция, которая нужна, можешь ты самоорганизоваться или ты не можешь самоорганизоваться. Это первое. Вторая проблема представления о бизнесменах. Кто такие бизнесмены, да? И вот сразу представляется там яхта, там и другие атрибуты. Этрибуты этого семейства посмеяться. Красивая жизнь. Я вас сейчас ненадолго буквально прерву. Давайте примем телефонный звонок, который у нас уже есть, и вы продолжите. Добрый день. Алло. Алло, здравствуйте. 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 Меня зовут Андрей, я предприниматель. Мне очень нравится заниматься предпринимательством. Это творческая, интересная деятельность. Но вот я, когда включил вашу передачу, я не ожидал увидеть столько много смеха и веселых лиц. Очень удивительно. И вы все время говорите, что встречаясь с молодыми людьми, вы им говорите, что это все просто и очень так все радужно. Хотя на самом деле я встречаюсь с другими молодыми предпринимателями, и у нас это, ну, больше похоже такое на, знаете, как клуб анонимных алкоголиков, здравствуйте, я предприниматель. Вот, рассказываем друг другу свои проблемы, потому что, например, сейчас вот хотят ЕНВД отменить. С 1 июля онлайн-кассы обязали покупать, и все это очень непросто дается, особенно малому бизнесу. Вот, и я с этим хотел задать вопрос, почему вы так людей дезинформируете здесь? То есть предприниматель — это не только человек творческий и напорец, но это и очень рисковый человек, который осознает все эти риски. У нас даже написано в определении, да, что такое предприниматель? Человек, который ведет деятельность, направленную на получение прибыли, осознавая весь риск. То есть это достаточно рисковое дело. Спасибо, мы поняли ваш вопрос. Вопрос, на самом деле, очень хороший. Да, да, отлично. Я, как предприниматель, предпринимателю, как анонимный алкоголик тоже отвечу. Дайте, пожалуйста. Давайте я скажу, какая у меня боль. Я там немножечко со стороны начну. Я начинал там свою предпринимательскую деятельность еще в 90-х годах. Первоначальное накопление капитала, так сказать, рынки были пусты. У нас все было в дефиците, да, мы старшее поколение помнят. И ты идешь, покупаешь, находишь, где купить шоколадку, и эту шоколадку перепродаешь, и у тебя уже этот самый бизнес. Потом у меня был производственный бизнес. Знаете, у меня очередь стояла из рабочих. Я был строителем. И я выбирал там, хорошо он плитку кладет или плохо. А сейчас у меня строительный бизнес остался. У меня постоянная нехватка кадров. Постоянная нехватка кадров. То есть, отвечая на свой вопрос, какие у нас проблемы. Первая. Кадровый голод у нас в России. Страшный кадровый голод. Это первая проблема. Вторая проблема. Мы с вами находимся сейчас в стадии насыщенного рынка. Россия еще ни разу не жива в своем историческом промежутке этого времени, когда у нас рынки были полностью насыщены. Это у нас насыщение рынка после 2009 года. Опять же, про строительный бизнес. В 2000 году цемент два раза в сутки. Мы на биржу обращали, смотрели, сколько он там стоил. Разнорабочий у нас получал кучу денег, так сказать, потому что нам не хватало. А сейчас строителям работу не найти. Потому что этих строительных компаний миллион уже стало. Конкуренция это самое. Я не говорю про фитнес-услуги. У нас, когда мы начинали, там 4 клуба в городе было. А сейчас их там под 40 клубов, так сказать. Рынки насыщены. И мы, к сожалению, не умеем работать в насыщенном рынке. А чтобы работать в насыщенном рынке, нужны простые компетенции. Не творчество нужно. Творчество вот как раз сейчас и не нужно. Сейчас нужно аккуратное выполнение последовательных действий в своем бизнесе. То есть это контроль операционных расходов. Это чтобы у вас юристы работали, вам правильно все подсказывали. Не нарушать, не делать ошибки. Потому что стоимость каждой ошибки в качестве даже налоговых вычетов и так далее, она уже для нас становится фатальной. То есть, другими словами, когда я начинал в нулевых годах, то есть в 90-х годах, рубль вложил и 10 рублей я прибыли получил, так сказать. И на эти 10 процентов я жил, так сказать, да. То сейчас это самое, если у нас чистая прибыль там 8 процентов или там 9 процентов, чистая прибыль, бухгалтерская, мы уже там начинаем креститься, там не знаю, в какого угла повернуться от счастья, так сказать. Мы же, да, у нас это самое. И чтобы жить вот на наполненных рынках, нам нужно с вами иметь компетенции. И вот для этого вот как раз и существует мой бизнес, чтобы вот этими компетенциями нас обеспечить. Я еще в двух словах ответил. Во-первых, Андрей поблагодарит за смелый вопрос. Действительно, нам не нужно тут делать фестиваль положительных эмоций. То есть, предпринимательство, это в том числе риск, в том числе это закрытая компания, в том числе это столкновение с законодательствами налогов. Собственно, мы с этого и начали, с развенчания никаких иллюзий, которые присутствуют у начинающих, прежде всего, предпринимателей. По конкретике я хотел бы сказать, что по поводу там отменной НВД у нас все еще есть патентная система, все еще есть упрощенная система. И масса как бы других способов облегчить налоговое бремя для начинающих предпринимателей. То есть, я сам, когда открывал компанию еще довольно давно, в коммерческом 2010 году, я еще стартовал с общей системой налогового обложения. И с огромной радостью мы перешли на упрощенную, потому что в тысячу раз проще по всем параметрам. По онлайн-кассам, да, онлайн-кассы нужно теперь делать всем. Это в том числе для честности и чистоты бизнеса. Это нормальная практика во всех странах мира. И до 1 июля налоговая сама субсидировала покупку онлайн-касс. Возвращали по 18 или 18 тысяч рублей, сейчас точно не помню. И здесь нам просто, может быть, не очень повезло жить в эпоху перемен, то есть, когда эти онлайн-кассы только вводятся. Через 5 лет это будет совершенно стандартная практика, недорогие аппараты. Не будет стрессом, конечно, просто нормальная практика, что все покупки должны как-то фигурировать. По поводу риска, ну я уже сказал, просто Андрей тоже упоминал, да, риск есть. Но это суть нашей деятельности. Не стоит нашей задачи, как центр мой бизнес, всем сказать, что вот завтра же увольняйтесь и идите к предпринимательству. Это действительно не для всех, действительно риск, действительно это определенный уровень опасности. Но эта опасность исходит не от нас, не от государства, а она исходит от рынка и от там, в том числе, кадрового голода. В том числе, вот единственная проблема, с которой мы часто предприниматели жалуются, это бремя по налогам и взносам на каждого сотрудника. Но это наша социальная функция как предпринимателя, то есть мы оплачиваем их же будущую пенсию. Да, это достаточно большие суммы в процентах, но это необходимо для этих же работников. То есть здесь... Можно я? Да, конечно. Это наболевшая для всех тема, но у меня есть свое, как сказать, видение, которое на заре, когда я начала предпринимателем, у меня был один из заказов, это юбилей налоговой службы. Глобальные, в нашей Тверской области глобальные мероприятия. В ходе подготовки к сценарию, к написанию сценария, я перечитала историю налогообложения, когда появилось в России, да, там и все. И это вообще интереснейшее чтиво. И получается, что всю жизнь, с момента существования цивилизации, налоги хотят больше собрать государство, а налогоплательщик хочет... Да, это вечное... Но в ходе вот этого всего, да, я, во-первых, стала из законопослушного налогоплательщика и превратилась в убежденного налогоплательщика. Потому что я убеждена о том, что налоги платить надо, от этого зависит государство, социальные культуры, студенты, старики и все остальное. Но, когда мы говорим, предприниматели приглашаем, огромное количество людей сами работают, но они подснежники, они не зарегистрированы. Да, они получают доходы, но они ничего не платят. И я считаю, что вот часть программы для того, чтобы люди, которые уже существуют, у них все хорошо, заставить их выйти из... Теи, из суммы, да. Да, и тогда, может быть, наше налоговое бремя, оно будет чуть меньше, потому что мы его поровну разделим, государство несколько отпустит вожди, и, может быть, это будет по-честному, я считаю. Я добавил просто условно, не заставить все-таки, да, мы хотим мотивировать всех, кто занимается деятельностью так или иначе. Почему мотивировать? Потому что в реальности я с этим столкнулся, опять же, на опыте своей предпринимательской деятельности, что зарегистрированная компания проще и дешевле, на самом деле, чем незарегистрированная. Потому что никто из юрлиц не будет с вами работать, если вы просто физлицо. Ну и плюс, так уж немножко прекламируют нас самих, мы оказываем меры поддержки предпринимательству для зарегистрированных. У меня тоже есть небольшой комментарий. Да, пожалуйста. Смотрите, вот про фестиваль смеха. Во-первых, знаете, это, может быть, это выглядит так, но давайте будем честными. Каждый из нас так или иначе проходил определенные сложности. Я не исключение. Я сталкивался с блокировкой счетов, я сталкивался с разными, с разным, со мной по-разному общались сотрудники налоговой службы. Я все это прекрасно понимаю. И да, жизнь не фестиваль смеха, да, предпринимательство тоже не фестиваль смеха совершенно. Но если вы не будете иметь позитивный взгляд на жизнь, вы как предприниматель вряд ли сможете состояться. Я вам приведу очень простой пример, когда к моему знакомому, имеющему достаточно большой бизнес, достаточно большой, чтобы было 70 с лишним сотрудников, пришли с проверкой, открыли дверь, как бы, и стали выносить у него серверы, потому что он, ну, совершил ошибку. Понимаете? Что, плакать? Естественно, нет. Решать проблему. То есть, если мы будем подходить к каждой проблеме как к концу света, ну, как бы, да. Ну, лучше вообще ничем не заниматься. Конечно, то есть, зачем? Давайте мы возьмем безрисковую деятельность. То есть, пожалуйста, всегда есть возможность пойти туда, где риска нет. И мне кажется, что просто это осознанный выбор. Если вы осознанно выбрали предпринимательство, вы же его выбрали не потому, что вам кто-то его навязал, а вы выбрали его по одной простой причине. Вы не можете иначе. И если вы это выбрали, ну, добро пожаловать в этот дивный мир. То есть, что я могу сказать? То есть, надо подходить с оптимизмом. Насчет позитивного настроя абсолютно, мне кажется, это касается не только бизнеса, а вообще в целом. Ну, вот, возвращаясь, да, к нашему разговору, сейчас очень много говорится о популяризации предпринимательства среди населения. Соответственно, вопрос, чем предпринимательство так непопулярно у нас? Есть такая проблема? Мне кажется, мы как раз Андрею на это просто и отвечали. Да, да, да. Я тут сразу надо понять, что есть мифы, касающиеся непопулярности. То есть, почему это? Потому что налогопроверки, потому что задушат там и так далее. Это как раз-таки то, чего возможно было там сколько-то лет назад. Сейчас и налоговое бремя гораздо проще, и с проверками все гораздо проще. В частности, даже если выявляются какие-то нарушения, то в первую очередь идет предписание, а не штраф. Да, но я думаю, что непопулярно в силу некой нестабильности. То есть, тоже надо понимать, что предпринимательство это всегда на свой риск. То есть, здесь, как в общем законе экономики, чем выше риск, тем выше доходность. То есть, предприниматель в среднем получает, не в среднем, предприниматель может получать больше, чем нанятый сотрудник, но не гарантированно. Может быть такое, что все лето он получает в 5 раз больше, чем все его работающие там на зарплате друзья, а потом 4 месяца он платит зарплату из своего кармана и может быть даже убыток. Такое, ну, это элемент нестабильности, он присутствует, и он будет присутствовать всегда в силу того, что высший риск, высшая доходность. Мы говорим предпринимательство, то, что вы можете там сами организовывать время, сами нанимать людей и диктовать свою линию для рынка. То есть, условия, да. Но в то же время, ну, есть такая вероятность, что происходит что-то, ну, например, вы таксист в 2015 году. В 2016 году приходит Яндекс.Такси, и вот что он делает. То есть, у вас огромный таксопарк, там диспетчерский и прочее, но вот рынок распределился иначе. И, возможно, поэтому непопулярно. Может, потому что мы просто как госорганы не так, не достаточно об этом информировали. И сейчас мы этот вопрос, собственно говоря, и закрываем. То есть, мы сейчас подробно проводим лекции, семинары, вебинары, тестирование, все что угодно, чтобы просто донести такую опцию, что предприниматель тоже можно. Вы можете легко и просто, открыто, слава богу, легко и просто. Вести деятельность может быть сложнее, но мы готовы научить, как вести деятельность. Ну, правильно, вот почему-то раньше считалось, что бизнесу учиться не надо. Взял, там, пошел, начал что-то продавать и все. Вот правильно, как начал мысль Дениса. И как-то вот... А сейчас, понимая, что в связи с тем, что мир изменился, и на самом деле нужны знания, и очень многие знания, то, конечно, обучение, оно важно и нужно. Но вот мне хотелось бы, чтобы Денис все-таки тоже сказал мнение какое-то по поводу того, почему предпринимательство не популярно, и это только вот эти сложности, либо это некий образ, опять же, про который вы начали говорить, про яхты. Знаете, теперь, ну, что такое бизнес, мы с вами там определились, да, теперь что такое предприниматель. Знаете, когда говорят про предпринимателя, основную его оценку, это его оценивать через деньги. Предпринимательство — это не деньги. Это, к сожалению, вообще не деньги. Что такое предпринимательство? Предпринимательство — это свобода принятия решения, в первую очередь. Я стал почему предпринимателем? Потому что мне хотелось самому принимать решения. Я хотел решать, когда мне утром встать, ехать на работу, не ехать на работу. Понимаете, простые вообще вещи. Я это вас прекрасно понимаю. Да, простые абсолютно. Но это мои решения, мои риски. Знаете, мы в детстве хотим быть взрослыми. Почему мы хотим быть взрослыми? Потому что мы хотим сами принимать какие-то там решения, так сказать. А кто-то не хочет быть взрослым. Ну, это сами. Предпринимательство вот в этом. А потом нести ответственность. Это тоже нас сразу понимают. Совершенно верно. Блядь на мир. Совершенно верно. То есть это не про деньги немножечко. И теперь понятно, да? То есть это не про деньги. А почему становится там... Почему там в институте, где готовят госчиновников, там большие конкурсы, так сказать. Почему там хотят, скажем, больше стать чиновниками? Потому что тут про деньги. Тут кажется, что... Да, кажется, что там можно... Ну, опять же, миф, да? Опять же, миф, что там можно... Особенно посмотрев там кино, не буду говорить, какое там популярный сериал по вашему каналу, там шоу «Патенты». То вот прям сразу надо идти вот туда. То есть, ну, еще раз повторюсь, предприниматели – это не про деньги, чиновники – это тоже не про деньги. И вот эти мифы нужно нам разрушить, так сказать. Вы знаете, вот как раз хотелось бы такой момент обсудить. Вот раньше это было явно. Многие открывали бизнес исключительно ради прибыли. Многие ради сиюминутной. Мы можем даже посмотреть по каким-то нашим заведениям общепита. Открывается новое заведение, вот оно привлекает, все тут начинают ходить. А потом ты видишь, что оно постепенно так это загибается, загибается, качество еды становится хуже, осыпается весь вот этот вот антураж, и все, и бизнеса нету. Есть ли вообще сейчас такая тенденция, что в умах предпринимателей это изменилось? Что есть интерес в долгосрочной перспективе, есть желание как-то развиваться, а не вот только там я пошел, открыл там франшизу какую-нибудь, взял, и все, у меня пошли деньги, все, больше ничего не надо. Или все равно таких еще немало? Как? Есть и такие, и такие. Да, есть и такие, и такие, знаете, вот сегодня тоже ребята говорили по предпринимательству, вот, кстати, про тест очень важный, вот, знаете, что самое главное в этом тесте выявить? Кто такой еще предприниматель? Предприниматель это марафонец, это человек, который бежит в долго, это долгий бег, так сказать, это самое. А мы, ну, так, знаете, профессионария, антитерия, мы привыкли бегать на короткие, ну, у нас... Очень многие привыкли. Да, да, ну, мы вообще, у нас традиционно, мы все бегаем на короткие, потому что у нас лето короткое, мы сельским хозяйством занимались, да, не будем это самое, и мы за три месяца должны были посадить, убрать урожай, а потом остальные девять месяцев мы, как бы, это, другими делами занимали. Мы песни пели, там, ходили друг к другу в гости, там, и тогда фоклором занимались, так сказать, вот, и у нас вот это в генетике. Знаете, вот, и мои бизнесы, у меня вот кураж раз, и потом идет на спад, потом раз, это самое, и вот, и желательно, чтобы вот эти волны, ну, как-то там минимизировать, ну, плюс, и чтобы они не совпадали желательно, это волны с волнами нашей экономики мировой, она же тоже вот так вот, да, идет, это самое. Вот, и поэтому, а еще, знаете, мы, вот, открывая там кафе или еще что-то, мы иногда, знаете, что движет предпринимателей, если вот я хочу там сделать крутое место, ну, то есть это тщеславие, да, я хочу вот то, чтобы вот круто было, и вот все там в золоте, в бриллиантах, так сказать, а котлеты невкусные. Да, котлеты, она это самое. Мы все там ездили, там, за рубеж, да, и, например, в Италии, мы, наверное, тоже все были, приходишь туда в итальянский ресторан, там, кленочки, и там совсем не это самое, но еда вкусная. И многие ходят. Совершенно верно. Мы не вот эти, ну, мы учимся еще делать, у нас бизнес-то всего ничего, мы учимся вот эти, делать акценты, так сказать, а еще мы, знаете, вот, заметили, да, вот, садимся на кухне, у нас какая-то идея, вот, не даст соврать, да, вот, молодежь начинает, и она сразу космический корабль строит, да? Да. Да. Не планета, не бумажки, там, самолетики, да, да, а сразу космический корабль, так сказать, и пока мы это обсуждаем, мы обсуждали, и... А энергия кончилась. Совершенно верно, и мы устали, мы пообсуждали, ну, все, мы, все, и ушли. Ну, это тоже часть нашей культуры. Да. Мы, как мы, всегда, вместе с нами... Кстати, я тоже бы вам что сказать по этому поводу. Дело в том, что тщеславие имеет место быть, и я хочу сказать, что я ряд мероприятий провела только за счет своего тщеславия. То есть это тоже определенный двигатель. Да, 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 но я потешила себе душу просто, я не заработала на этом ни разу, но я знала, у меня хотя бы не было иллюзий и цели, да, заработать. Есть проекты, которые делаешь просто для себя, но это может себе позволить, когда у тебя там есть какие-то накопления. А есть вещи, которые, да, ты, ну, есть миссия. Кто-то, понимаете, кому-то посчастливилось организовать бизнес, который доставляет еще и моральное удовлетворение. Кто-то стратег, и он занимается этим просто правильно. Он знает, как это делать, да, там, поучился, почитал и все, и он это бремя несет. Он хочет это запустить, может быть, взяться за что-то другое. Хорошо. А есть люди, которые, вот, правильно, пеночку собрать, они где-то слышали о том, что предприниматель... И тогда это... Вот вы знаете, я не знаю, поддержите вы меня или нет, но вот почему-то среди вот таких вот пеночку собрать, которые немало тех, кто давно начинал, и начинали вот тоже в 90-е, и они, такое ощущение, там законсервировались. Они привыкли как раз вот к тому, о чем вы говорили, что рынок не насыщен. Можно было взять идею или что-то еще из-под ног, и все сразу заработало, сразу же большие прибыли. И они сейчас ждут того же, когда они ведут свой бизнес существующий так, как они это делали 20 лет назад. Они ждут, соответственно, больших результатов, там, неважно, какое это направление и эффектов, а его нету, потому что мир уже изменился. Вот как вы считаете? Есть такое? Есть, конечно, такое. Но я думаю, они сюда не придут. Нет, они считают, их учить ничему не надо. Нет, они физкумные, конечно, зачем? Они все наушники сами. Хорошо. Ну, это тоже секта рынка, и, естественно, мы не против него. То есть предпринимательство, в том числе и про высокие доходы на, там, купили в Китае, там, несколько вагонов, продали здесь дороги. Ни никаких проблем в этом нет. То есть это предпринимательство. Это даже модель. То есть в ней ничего плохого нет. Просто она, как бы, может быть, системно не позволяет, там, в течение, не знаю, 15 лет развивать этот бизнес шаг в шаг. А может, и позволяет. Мы здесь не оценкой людей занимаемся. Да, да, мир сильно изменился, ну, вот, он очень сильно изменился. В Сколково проводят разные тоже очень много форумов. Вот крайний форум, я смотрел, там, представители крупного ритейла выступали, там, эта тема была про маркетинг. Что первично, продукт или маркетинг. Вот. Мы, жители 90-х годов, мы считаем, что главное продукт, потому что мы брали, опять же, шоколадку, это продукт, и продавали. А сейчас важен маркетинг, и, как один доказал, это самое, даже важна технология построения бизнеса. Он, простой пример, говорит, я, говорит, занимаюсь консервами, шампиньоны, там, это самое, в консервах. Как вы думаете, что важнее для ритейла, в котором магазин находится, величина шампиньонов, вкус, там, и так далее. Оказалось, что, даже не упаковка, важно, чтобы этот продукт был вовремя на распределительном центре этого, этого самого. То есть, он выстроил логистику таким образом, что он ни разу не нарушил поставки этого самого. И в этом был его успех. То есть, не сам гриб, не как его готовили, не упаковка, так сказать. То есть, все в мире стало значительно сложнее, все это самое. И, естественно, и нам, которые начинали, и людям, которые сейчас будут начинать, вот этих компетенций не хватает. Вот эти все форумы, слава богу, что они начались, вот там, сколково много программ, ребята сейчас будут проводить. Это все будет как раз говорить, что дьявол укроется в мелочах, нам нужно всем научиться мелочам, так сказать. Вот шаг за шагом, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и тогда будет чисто. Вот про, как раз, вот вы столько много знаете, на самом деле, опыт грандиозный, разный. А как вообще вот вы работаете наставниками? Как попасть к вам, как к наставникам? Вообще, как это все выглядит? Ну, я, наверное, начну в целом. То есть дело в том, что мы занимаемся как фабрикой предпринимательства уже, мой бог памяти, с 13-го года наставничеством. И это очень непростой путь для любого человека. Дело в том, что в жизни каждый переживает разные этапы. Есть какой-то этап, в который ты понимаешь, что кроме того, что нужно брать, нужно начинать еще и отдавать. Кто-то к этому приходит раньше, кто-то позже. Это вопрос вообще не про возраст, это вопрос про некую внутреннюю там состоятельность, да, готовность. То есть когда ты готов к тому, чтобы передавать, ты понимаешь, что тебе и тебе хочется это делать. Это тоже важный аспект, да. Ты готов стать наставником для кого-то. И тут очень много нюансов. То есть в целом наставничество это такая штука. Это не просто я тебя возьму за руку и проведу. Да, это история про то, что я наставник, да, ко мне приходят с вопросом, и я готов делиться своим опытом, но я не буду принимать за тебя решения. И вот это очень важно, потому что в целом сейчас даже, да, когда у нас будет, то есть у нас сейчас есть уже первая группа наставников, мы с ними уже проводили обучение. Причем как бы суть наставничества еще и в том, что наставники сами учат друг друга и учатся друг у друга. И любая встреча, да, это колоссальный обмен опытом, и в моем понимании это вообще важнейшая вещь, потому что сообщество формируется тогда, когда есть взаимный интерес. Да, есть точка приложения усилий совместная, когда я понимаю, что, например, я могу прийти к Денису и спросить у него совета по выстраиванию там инфраструктуры, а он может прийти ко мне и, условно, спросить совета там по найму конкретных сотрудников или обучению конкретных сотрудников. Когда мы понимаем, что у нас рождается точка соприкосновения, у нас рождается интерес, у нас рождается сообщество. Там у нас рождается экосистема. И человек, у которого еще ничего нет, он может получить поддержку у таких наставников. И наставники — это люди, которые прошли свой путь, у которых есть уже свой состоявшийся бизнес, которые опыт получили, грубо говоря, не из книжек. Я понимаю, что многие читают литературу, но литература не только из книжек. Совершенно верно. Тем более, что мы понимаем, что большая часть литературы, до сих пор, которая есть на российском рынке, это либо переводная литература, которая очень плохо адаптируется под реалии русского рынка, российского рынка, либо эта литература написана в подражании зарубежным авторам. И опять же, есть единицы авторов, которых можно брать, читать и что-то внедрять. Все остальное — это такая абстракция. Здесь я тоже дополню, что литература — это в основном про историю успеха, а как мы уже много раз это озвучивали, что победы, они чему-то, конечно, учат, но в целом интересен всегда негативный опыт, с которым ставятся наши наставники. Он полезнее. Ну, полезнее. И вот как раз-таки, как Андрей звонил, говорил, что мы сталкиваемся с этим, с этим, с этим, на эти вопросы, как говорят, могут ответить наставники. То есть вроде как они с этим столкнулись, они это прошли, и они могут сказать там, друг, а вот на лайн-кассе там такая работа, так-так-так-так-то. То есть мы столкнулись, да, там, сделали вот такой-то результат. То есть для этого, в общем-то, и формируется институт наставничества, чтобы не только мы вещали со стороны государства, озвучивая там, в том числе приглашая практиков и озвучивая какие-то механизмы, инструменты и способы работы, а что бы было, кому прийти и с кем конкретно посоветоваться по конкретному взятому вопросу? Ну, такие земные советы. То есть просто есть вопросы, на которые тебе дают ответ в общем, а есть вопросы, когда тебе вот прям конкретно, скажи мне, как мне сделать? Есть как бы консультанты, да, это приглашенные спикеры, которые, вот они специалисты в той или иной области, там, юриспруденция, налоги, маркетинг, да, то есть это лекции конкретно, это обучение. Мы не имеем к этому никакого отношения, мы как классные руководители, что ли, которые это объединяют, я себе это так поняла, которые, ну, мозговой штурм какой-то, посидеть, пообсуждать это, и чтобы это натолкнуло на мысль, которая там поможет решить то или иное, потому что мы ни разу не, как там, не специалисты в абсолюте, ни в коем случае это нет. Мы, извиняюсь, перебью, мы умеем правильно задавать с вами вопросы, правильно? Да, да, да. И об нас можно думать, можно так сказать. Да, да, думать об кого-то очень важно. И приходит молодой человек, и он об нас думает, а мы ему задаем вопросы, и человек, пытаясь ответить на эти вопросы, где-то со стороны себя посмотрим, где-то и еще что-то. Что-то разложили, можно вот так, можно вот так, можно вот так. Наша задача не научить. Да, а он думает, я, пожалуй, вот так сделаю. То есть, в общем, с кем-то надо поговорить. Вот, пускай с нами разговаривать, мы готовы с нами разговаривать. На самом деле, да, так вот, я себе именно так и вижу. Короткое мое представление, что в полный рост институт наставничества у нас появится как таковой все-таки в октябре, когда запустятся курсы по методике фабрики предпринимательства. Сейчас наставники, они есть, они тоже готовы, мы немножко там… У нас учат тоже, нас тоже учат, как это. И на наших, как сказать, разовых мероприятиях, однодневных тренингах мы наставников приглашаем, и они отвечают на вопросы наших слушателей. А системно это будет вот с октября. Хорошо, ну, более подробно вы расскажете буквально через три минуты. Вот сейчас у нас небольшая реклама, не переключайтесь. Это еще не все. Ну что ж, это снова программа «Тема дня». У нас остается буквально несколько минут. Ну, давайте как раз про октябрь поговорим. У вас, вы стартуете в полном, скажем так, объеме именно в октябре с наставничеством? Нет, нет, нет. Или как? Мы стартовали уже давно с разовыми тренингами. Ну, я так понимаю, что все-таки самое главное все акцентировать и на октябре. Курс? Именно курс. Про курс. Да, что за курс такой и самое главное, где его искать и как туда попасть? Смотрите, значит, что из себя представляет курс? Начну по порядку. То есть это будет восьминедельный курс. В течение восьми недель будут проходиться разные темы. Это как раз история про систематизацию тех знаний и про, вот, как мне очень понравился аналог, про дайджест какой-то, да, новостей, когда вам дают, понятно, что за восемь недель освоить там какой-то большой объем знаний, а то, что для предпринимателя необходим колоссальный объем знаний, чтобы быть успешным, ну, это понятно, и опыт, и тем более. Но за восемь недель можно освоить некоторые базовые вещи, которые позволят понять, куда копать глубже. Фактически мы выступаем таким вторым институтом, да, когда человек приходит, и ему дают систему некую, в которую он позже может докладывать знания уже собственноручно. И это будет программа, где будут предприниматели еженедельно встречаться на конкретные лекции, семинары, тренинги по конкретным темам. Плюс у них будет встреча с наставниками, где уже, то есть если говорить про основные занятия, это будут массовые занятия, куда мы будем собирать по нескольку десятков человек. И если говорить про занятия с наставниками, это будет уже более индивидуальная работа, когда мы будем, то есть у нас в начале курса всегда проводится такое сопоставление, кому подойдет наставник и кто подойдет наставнику. Соответственно, когда и наставники себе, встают люди на пить, да, дают какую-то речь о себе короткую, о своем бизнесе, о том, чего они хотят, и наставник, соответственно, для себя помечает, насколько ему человек интересен. И человек, когда презентуется наставник, тоже принимает решения. Дальше идет, соответственно, в том числе полу-индивидуальная работа с наставниками. Три, четыре, пять человек, которые встречаются в течение недели и задают вопросы. И если говорить про тех, кто еще только начинает, то задача за это время запуститься и заработать хотя бы какие-то первые деньги, то есть понять, что идея, которая была выбрана, она удачна, и с ней можно идти дальше. Если это человек, который уже есть в существующем бизнесе, то задача, соответственно, его развить и какие-то из показателей, выбранные вначале, улучшить. Хорошо. У техники, как записаться и так далее, мы еще в октябре по методике фабрики предпринимательства будем проводить эти курсы обучающие. Мы сейчас улаживаем все технические опросы, которых, к сожалению, больше, чем кажется со стороны. И мы объявим во всем, во-первых, в социальных сетях. У вас будет какая-то база или вы в разных местах? Мы будем проводить в Твери. Очный курс приглашается, в том числе, из муниципалитетов. Мы никому не закрываем дорогу, просто, наверное, технически там из муниципалитетов и условного Тарапца будет сложно ехать, но мы приветствуем, если люди приедут из других районов Тверской области. О всех подробностях, там, время старта, дата, это бесплатно. Это бесплатно. На какой стоимости даже не предусмотрено. Ну, вернее, как, это платно, но за вас оплачивает Центр поддержки предпринимательства. Давай уточним небольшой вопрос. Да, это бесплатно, но мы будем проводить некоторую адмиссию на входе. То есть мы будем смотреть на людей в том числе. То есть мы должны понимать, что все-таки человек, который пришел с какой-то не очень корректной идеей, он к нам, ну, попасть, наверное, все-таки не сможет. Ну, мы проверку какую-то будем проводить, конечно, на входе, да, но в целом пока таких прецедентов не было. То есть к нам на тренинге ходят… Все с корректной идеей. Да, с корректной идеей. Конечно. Есть какие-то там области некорректных идей, которые мы не будем принимать, но в целом такие случаи будут какие-то… Это исключение. Это, конечно, скорее исключение, но просто нужно понимать, что, ну, есть как бы некоторые направления бизнеса, которые не являются масштабируемыми, в том числе потому, что они там не таким образом могут нарушать закон, например, и так далее. Нет, мы здесь с этим не будем столкнуться. И несколько программ обучения, они будут для 14-17 лет отдельная программа обучения, отдельная программа для начинающих, кто только собирается открыть бизнес. Там мы рассказываем про форму бизнеса, ООО или ИП, системного налоговложения, первые шаги на старт. И уже для действующих бизнесов. Вот для действующих бизнесов единственная будет отсечка, зарегистрированный субъект МАУ-САНИПЕМЕСТВА. Это либо ИП, либо ООО. То есть, например, ну, физлицит они могут участвовать. Ну, и в частности, НКО. Наверное, мы как-то будем вопросы регулировать, но в базе своей мы предполагаем, что это будут ИП и ООО все-таки. Подробнее, я как уже говорил, в социальных сетях, наверное, рекламировать мы не можем, но люди, кто захочет, нас надет. Хорошо, ну, вот, пожалуйста. Тут, по-секому, мы не можем рекламировать, но легким навеком стоит наш хэштег. Хорошо. Все, я благодарю вас за участие. Сразу видно, часа нам мало, надо приходить еще, рассказывать, особенно, тем более, в преддверии мероприятия или в ходе его. Ну что ж, это была программа «Тема дня». Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова